Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Меня зовут Дмитрий Книга. Сегодня в выпуске вы увидите. В историко-культурном центре состоялась интеллектуальная викторина Росквиз. Каждому какому-то знаменательному дню проводится подобная игра. В Бутовской школе прошло посвящение учащихся в пешеходы. Когда красный цвет, переходить дорогу нельзя. Воспитанник образовательного центра «Дельфин» Александр Санин завоевал первое место на всероссийских соревнованиях по плаванию. Мальчик очень перспективный и амбициозный. Да, но у него хороший. Спасибо. Компенсация проезда и обратно предоставляется при использовании междугородного железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, автомобильного транспорта, общего пользования и водного транспорта. В размер выплаты не включаются расходы на оплату сборов за услуги при переоформлении и возврате, а также сборов за оформление проездных билетов. В Историко-культурном центре провели интеллектуальную игру для школьников на знание главного нормативно-правового акта страны. Мероприятие было посвящено Дню Конституции. Все подробности у Юлии Стаферовой. Для того, чтобы привлечь молодежь к изучению истории, законов и культурно-исторического наследия страны, сторонники партии «Единая Россия» разработали федеральный проект под названием «Росквиз». Это интеллектуальная командная игра, которая включает в себя соревнования на логику, сообразительность и смекалку. К каждому какому-то знаменательному дню проводится подобная игра. Она проходит только Дню народного единства, 9 мая на День Победы, на День Конституции, по таким знаковым числам. В День Конституции 12 декабря в Историко-культурном центре организовали интеллектуальную игру на знание главного документа страны. Участниками стали ученики из Видновского художественно-технического лицея, а также 1-й и 5-й школы. Провел квиз автор и ведущий телевикторины «Думай, знай, познавай» Кирилл Махров. Берется та самая база вопросов, которая предоставлена Росквизом. И в данном случае в нашем Ленинском городском округе игра будет проведена по сценарию игры «Думай, знай, познавай» квиз. Ребята с интересом отвечали на вопросы, много спорили между собой, для того, чтобы дать правильный ответ. К поставленной задаче они отнеслись со всей серьезностью. Очень, на самом деле, нужные вопросы, которые нужно знать, как патриотов, как жителей страны. По окончании мероприятия всем участникам интеллектуальной игры вручили экземпляры Конституции Российской Федерации, а победителям – дипломы. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях руководитель местного отделения Союза Женщин России Елена Ястребова, и мы поговорим о деятельности общественной организации. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите о деятельности вашей организации. У вас много проектов. Чем вы занимаетесь сейчас? И сейчас конец года, время подводить итоги. Может быть, что было основным в этом году? Мы вот уже два последних года, с тех пор, как Ленинское отделение общероссийской общественно-государственной организации Союза Женщин России работает на территории Ленинского городского округа. Я не знаю, там по подсчетам, наверное, более 70 мероприятий, которых мы проводили, и, может быть, это еще не вся полная статистика. Но вот 2023 год был отмечен тем, что мы попробовали проводить крупные мероприятия. Крупные для нас – это такие, как, например, кинотеатр «Искра», когда приходит несколько сот человек, и когда ответственность за проведение такого мероприятия, естественно, сразу поднимается очень и очень высоко. Фестиваль «Наше родное лето» – это был действительно очень интересный проект, и я думаю, что этот проект будет продолжен, потому что он охватывает различные культурные диаспоры, которые жители, то есть участники которых проживают на территории Ленинского городского округа. Мы вроде бы знаем и не знаем в то же время, и когда твои знакомые и незнакомые тебе люди открываются с новой стороны, это всегда интересно. А культура, как известно, она сближает. А если говорить более детально, расскажите поподробнее, что это за проект, что он из себя представляет, и какую практическую пользу нес он жителям нашего округа? Главная, конечно, нагрузка и главная задача, которую мы перед собой ставили, и я надеюсь, что мы успешно выполнили эту задачу, это было, конечно, усиление патриотического воспитания, усиление патриотизма как такового. Но когда человек лучше знает то место, где он живет, он лучше понимает, что происходит, как происходит. Естественно, вот в этом самом фестивале, когда начали петь и песни на армянском языке, и там же были и казаки, там же выступал наш прекрасный танцевальный ансамбль «Гюнеш». То есть все было очень красиво, очень необычно, потому что такого фестиваля у нас не было, мы его придумали, мы его воплотили в жизнь. Получается, знакомство с культурами разных народов. Да, но именно не абстрактно, а именно через представителей этих культур, этих этносообществ, которые здесь у нас, у нас живут они, они вместе с нами. Спасибо большое. Расскажите о том, над чем вы работаете сейчас. Там две главные цели, две крупных цели. Первое – это помощь и поддержка нашим военнослужащим, непосредственно им, и их родственникам, которые находятся здесь, военнослужащим, естественно, которые находятся в зоне специальной военной операции. А второе – это опять патриотизм, различные мероприятия, которые направлены на то, чтобы раскрыть какой-то новый аспект патриотизма. А в чем заключается поддержка жителей и, я так понимаю, женщин в первую очередь? Да. В феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция, мы устроили мозговой штурм и подумали, ну чем же мы конкретно можем помочь женам, матерям, сестрам, тех, кто ушел воевать, кто ушел защищать нашу родину, нас с вами. И нам пришло на ум то, что мы могли бы их поддерживать психологически. И вот тогда пошли такие мероприятия под общим названием «Женский чай». Потом мы решили, что хорошо, когда к этим родственникам мобилизованных и военнослужащих подсоединятся другие женщины, их дети. И вот таким образом эти «Женский чай» – это как бы общее название мероприятий, а там цикл мероприятий. А там может быть и мастер-класс, и флешмоб, и много-много чего еще другого. Большое спасибо за эту информацию, за то, что пришли к нам сегодня. Я напомню, что у нас в гостях была Елена Ястребова, руководитель местного отделения «Союза женщин России». В Бутовской школе прошло посвящение учащихся в пешеходы при содействии сотрудников ГИБДД и отряда юных инспекторов дорожного движения. Как проходило мероприятие, узнала Инга Янчук. В актовом зале Бутовской школы собралось более 500 школьников, которых приняли в пешеходы. Отрядом юных инспекторов движения «Безопасный путь» было подготовлено тематическое мероприятие. Школьникам показали лекции и сценки о важности соблюдения правил дорожного движения. Когда доводят до учащихся свои же сверстники информацию, это больше воспринимается ребятами, они ориентируются хорошо у нас на дорогах. Показывает детям все, что надо делать, все, что не надо. Правила дорожного движения показывает. Лекции и тематические программы на тему правил дорожного движения в школе проводятся регулярно. Дети уже точно знают, как вести себя на переходах, но тем не менее посещают мероприятия по обучению ПДД. Лишних знаний не бывает, особенно когда речь идет о сохранности жизни. Когда красный цвет, переходить дорогу нельзя. А когда зеленый цвет, надо переходить аккуратно, смотреть по сторонам. Снять наушники, конечно, когда переходишь дорогу, в телефоне не сидеть. В 2023 году отряду ЮИД исполнилось 50 лет. Он активно развивается и своей деятельностью оказывает большую помощь сотрудникам ГИБДД. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня все дисциплинированы и все получаете оценку 5 по правилам дорожного движения. Это очень большое направление, которое развивает государство, которое дано в помощь, чтобы у нас меньше было катастроф. Мы молодцы. Мы сделали это. Мы объяснили всем детям, что такое правило дорожного движения. Учителя и участники отряда ЮИД получили грамоты за ответственное отношение к пропаганде правил дорожного движения. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Винетовая. Воспитанник образовательного центра «Дельфин» Александр Санин завоевал первое место на всероссийских соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем. Возможно, мы вновь становимся свидетелями, как в кузнице олимпийских кадров загорается новая звезда. Побеседовал с победителем Максим Козлов. Многочасовые ежедневные тренировки, занятия в тренажерном зале и даже уход из школы на домашнее обучение. Для 16-летнего Александра Санина стремление побеждать не громкий лозунг, а стиль жизни. По мнению его тренера Александры Таранниковой, для спортсмена это очень важная черта характера. Мальчик очень перспективный и амбициозный. Данный у него хороший. Он сейчас в этом году очень вырос и прибавляет хорошо в результатах. И у него большая амбиция у самого. Это хороший показатель. Всероссийские соревнования по плаванию «Мэтт Вейв Классик» в первых числах декабря прошли в подмосковной Рузе. Там Александр Санин выступил на дистанции 100 метров вольным стилем. Очень плотно все на второй половине дистанции разворачивается. Накатывают у нас ребята, плывающие по шестой и по седьмой дорожке. Данил Поляк, Александр Санин. В итоговой таблице заплыва Александр Санин был только на четвертой позиции, но перед ним финишировали заграничные пловцы. Таким образом, в общероссийском зачете он занял первое место. Впрочем, каких-то конкретных целей в этот раз спортсмен себе не ставил. Проплывал очень быстро. Желательно было за 50 секунд. Понимал, что нереально, но главная цель, что была. Ожидал, что проплывал лучше, но результат нормальный, сказали. Да, думаю, да, потенциал есть. Бассейн «Дельфин» по праву считается кузницей спортивных кадров России. Именно здесь начинали свою карьеру многочисленные победители Олимпийских игр и чемпионатов мира Евгений Рылов и Иван Гирев. Но у нашего героя и его тренера ближайшие планы пока поскромнее. Чемпионат Московской области. Потом, конечно, получше уже проплыть. Дальше будет первенство Московской области весной и отбор на Россию. Таким образом, уже сейчас спортсмен готовится к участию в чемпионате Подмосковья, где рассчитывает, в числе прочего, выполнить нормативы названия мастера спорта. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Большой насыщенный сезон соревнований по мотокроссу завершился заездами в деревне Горки. Несмотря на сильный мороз, любители скорости и адреналина собрались вместе, чтобы выявить сильнейших гонщиков. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу. Они стали последними в этом календарном году и были приурочены к закрытию спортивного сезона. Перед стартом заездов главный судья Дмитрий Козлов напомнил участникам основные правила. Старт проходит у нас, табличка 15-5 и отмашка флагом. Большая просьба, друзья мои, фальш-старт. Буду смотреть внимательно за фальш-старт, в лучшем случае перезаезд, либо, если там один, два, три человека, буду останавливать на любом из кругов на 10 штрафных секунд. Несмотря на морозную погоду, соревнования собрали около 70 спортсменов, в том числе и Санкт-Петербурга, и Ярославля. В гонках участвовали как дети, так и взрослые, каждый в своем классе. У нас и детские АТВ, там 4 класса, и также мини-мотокросс у нас 4 класса, и большой мотокросс 11 классов, из которых там также детские классы есть. В общем, у нас три дисциплины сегодня проводятся. Наш округ, кроме опытных гонщиков, представляла юная воспитанница команды «Питбайк России Горки Юность» Валерия Романенко. Занимается мотокроссом она уже два года. Я не особо много тренируюсь. Вот перед этими соревнованиями тренировалась только три раза. Отрабатывали повороты, скорость, торможение. Один из наставников девушки – главный болельщик ее папа Виктор Романенко. В прошлом он тоже занимался этим видом спорта и теперь передает свои знания и опыт. Рассказываю, как повороты проходить, как какие-то элементы проходить, как прыгать, как выезжать. Настраиваю ее на спорт, чтобы настроение у него было лидерское. Постоянный участник состязаний – местный гонщик Роман Шилов. В этот раз он участвовал в самом конкурентном заезде. Сегодня собрались довольно-таки сильные спортсмены. В нашем классе их очень много. А сезон 18 гонок, плюс мы любительский кубок Москвы и Московской области отгоняли. И результаты у меня по результатам из 48 участников – седьмое место было. После окончания соревнований у спортсменов начинается межсезонье, во время которого можно залечить травмы, подтянуть физическую форму и подойти уже к новому сезону в полной боевой готовности. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин